приветствую вас дорогие мои овны с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет прогноз на неделю с 15 по 21 марта сделаем краткий обзор главных событий посмотрим что вас ожидает какие конфетки какие занозы и так далее и так главное событие этой неделе начнем с вашего настроения с вашего настроя умеренность ну что ж хорошее настроение да ладно давайте посмотрим а что там с событиями так туз чаш рыцарь чаш еще карта смерти так а что еще девятка мечей вот настроение ваше по умеренности вот такое ощущение что-то вы будете улаживать балансировать уравновешивать может быть это касается будет касаться от урегулирования отношений может быть дел по работе или дома как вроде вы что-то будете приводить в порядок да видимо раньше что-то разбалансировалась и этой неделе у вас будет потрачено именно на вот такие вот такие дела на урегулирование неделя конечно может быть очень очень эмоциональная туз чаш может проиграться у кого-то из вас как новостями которые ну скажем так ударят очень сильно новости могут касаться абсолютно любых тем как сердечных таки и деловых может быть даже могут касаться каких-то поездок переезда приезда кого-то к вам или встречи с кем-то до могут быть поступить и предложения которые для вас ну скажем так до конца будут непонятные стоит браться не стоит брат стоит принимать не стоит принимать трудно будет просчитать а что там дальше отсюда волнение своего рода головная боль и принятие решения трудного принятия решения вроде бы вот надо что-то разрывать надо с чем-то расставаться надо что-то аннулировать выбросить выкинуть ну вот как бы очень тяжело на все это будет рук поднять решиться на это вы знаете вполне возможно для кого-то эта неделя будет очень такая тщательная генеральная уборка и не просто там полы помыть как говорится окна а вот именно разобрать все вещи разобрать гардероб что-то поломанное старое ненужное захочется выкинуть и вот вы будете думать выкидывать не выкидывать расставаться с этим не расставаться или может пригодиться да что-то вы выкинете что-то возможно отложите в сторонку на потом типа я потом подумаю и потом решу может кто-то автомобиль задумает купить старый поменять на новый и с этим может быть волнение связаны вообще конечно карта смерти она всегда говорит о каких-то таких кардинальных моментах когда мы от чего-то отказываемся что-то от себя отрываем что-то выбрасываем разрываем отношения или с нами что-то вот в окружении происходит может кто-то решит уволиться или поменять вообще вид деятельности может кто-то на пенсию выйдет на этой неделе такое ощущение что события на грани чего-то либо на грани расставания либо на грани ухода отказа но это не так просто будет даваться ну в силу может от того что привыкли того что уже знаете что и как а новое страшит да мало ли какие могут быть еще причины или что-то связывает что-то связывает но эмоциональная неделька друзья мы эмоционально ничего не скажу но у каждого конечно у вас свои будут события это само по собой разумеется вот и касаться могут абсолютно разных областей вашей жизни вот отсюда видимо и настроение видите урегулировать отрегулировать сбалансировать привести в норму может даже свое внутреннее состояние так на что обратить особое внимание отличная карта солнца если у кого-то действительно будут ну скажем так серьезные какие-то обстоятельства серьезные события или моменты то нужно обратить внимание обязательно на положительные стороны происходящего на запасные может выходы из лабиринта все-таки мы здесь видим лабиринт своего рода до заглянуть в будущее не обязательно вот то что вот сейчас именно вот здесь происходит и именно на этом концентрироваться нет а просчитать вот ну несколько шагов вперед что ли видимо во всем происходящем все-таки будут некие положительные аспекты ну для кого-то карта советует обратить внимание на детей на свой личностный рост на свои личные какие-то задатки способности таланты в общем смотрите так теперь давайте посмотрим что у нас с конфеткой ну конфетка хорошая четверка жезлов вполне возможно это уединение на даче уединение в загородном каком-то месте отдых отпуск праздник вполне возможно семейный праздник или корпоративчик также вполне возможно что кто-то будет праздновать окончание чего-то может быть работы может быть окончание трудовой деятельности может быть закрытие какой-то сделки может быть будет праздновать продажу недвижимости или наоборот покупку недвижимостью может у кого-то будет новоселье и новоселье будете праздновать да может вполне связанные с недвижимостью ну вот кстати да карта смерти она тоже может говорить о смене жилья о переезде на другое жилье то есть о продаже старого жилья или расставание со старым жильем и переезд в новое жилье так какая заноза может случиться двойка жезлов ну тут особой занозы я бы не сказала ну может быть что придется как-то подсуетиться быть более осторожной осмотрительной внимательной где-то что-то подсмотреть подслушать собрать дополнительную информацию может быть даже доскональную информацию до использовать какие-то запасные варианты и вот именно вот вот это может вас будет несколько раздражать сложность некая до сложности может быть выбор между партнерами не обязательно любовными деловыми партнерами и это может быть так совет картеру давайте посмотрим что там посоветует вам колесница совет такой мои хорошие действовать быстро но сумму как говорится полегче на поворотах чтобы не выкинула из машины ну так же я бы сказала что карта к кому-то возможно из вас советуют обратить внимание на свой автомобиль может быть даже есть смысл его сменить этот автомобиль либо купить этот автомобиль и либо отправиться в поездку и быть внимательным во время поездки а для кого-то вполне возможно принять очень интересное предложение с хорошими перспективами на будущее но при этом быть внимательным вот такой совет интересный друзья мои ну что ж на этом я заканчиваю свой прогноз мне остается только пожелать вам конечно же здоровья удачи легкой недели само собой взаимопонимания с людьми быть спокойным терпеливым уравновешенным ну а самое главное будьте счастливы будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме приветствую вас дорогие мои тельцы с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет прогноз на неделю с 15 по 21 марта сделаем краткий обзор главных событий и заодно как говорится спросим совета у карта 2 итак начнем главное события каким будет ваше настроение ваш настрой в этот период отшельник главное события двойка мечей так туз чаш восьмерка жезлов давайте еще одно колесо фортуны какой-то нежданчик вас ждет друзья мои и этот нежданчик заставит вас возможно крепко задуматься или появится желание как бы от чего-то абстрагироваться отказаться может быть отстраниться до карта отшельник в позиции настроение всегда говорит своего рода об способности аскезе своего рода до отказе от чего-то и может быть даже и от кого-то ну видимо повод будет или желание просто уединиться отдохнуть или изучить какой-то вопрос вопрос собрать какую-то информацию да и карты показывают мало того что нежданчик это тоже ситуация когда нужно сделать выбор а какой выбор не знаешь как бы на распутье и восьмерка жезлов также показывает тоже выбор друзья мои ну не знаю что вы там будете выбирать что за заковыков станет перед вами что потребует такого действия от вас причем как показывает карты еще вот этот нежданчик посмотрите какой всплеск туз чаш сплеск эмоций зашкаливание просто ну не обязательно это плохие события но нет конечно нет не факт наоборот может быть даже радостные события может выигрыш в лотерею или подарок от кого-то такой что вот приходит допустим ваш муж и говорит все дорогая моя переезжаем новое жилье вы ни сном ни духом даже разговор об этом не было ну я к примеру или предложение руки и сердца хотя бы об этом тоже не думали с одной стороны радостно а с другой стороны вроде бы как и не готовы и как-то вот и как себя чувствовать в этом в этой роли невесты тоже сложно сказать да надо подумать надо сделать выбор может удача какая привалит большая удача крупная удача ну вот так вот колесо повернулась колесо времени пришло время понимаете свыше подарок спустился вам как говорится с небес вот бери может вы об этом мечтали когда-то но забыли и теперь вот получив думаете а что же мне с этим делать да какая-то знаете вот нестандартная ситуация нестандартная ну давайте посмотрим на что обратить внимание десятка мечей довести дело до конца вот именно на незаконченное какое-то дело обратить внимание на незаконченные незавершенные какие-то отношения как бы не было сложно сложно нельзя от этого отказываться надо дойти до конца расставить все точки над и да вот вполне возможно поэтому то вот у вас такое состояние такое настроение от именно от этих событий что надо подумать надо все взвесить остальные все дела по боку отношения по боку главное именно это ну что ж давайте посмотрим что нам конфетка подскажет ну четверка мечей конечно по своей картинке а конфетки не говорит но тем не менее вот такое ощущение что конфетка будет состоять в том что вы сконцентрирует сможете вот ключевое слово сможете сконцентрироваться над над чем-то главным вот именно главным как вроде бы чуйка что-ли подскажет что ты давай вот ты вот об этом подумай вот ты вот вот сюда загляни ты вот вот это порешай ты вот это сделай и вы потом скажете год ну надо же какая я молодец или какой я молодец что обратил на это внимание что я это сделал что я в этом разобрался искал выход и нашел и сделал выбор правильный выбор вполне возможно что этот выбор вам помогут сделать друзья мои да помогут выбор кто-то не один не или не одна вы будете либо союзники помощники единомышленники кто-то из родных может быть партнер партнерша рядом но вы не одни вот в этом всем будете понимаете кстати вот колесо фортуны может говорить о выигрыше может в лотерею может покер кто играет может еще в какую-то другую но вполне может быть выигрыш так как какая заноза паш чаш ну такое ощущение что кто-то будет вам мешать своей глупостью может быть незрелостью какой-то наивностью что ли детскостью кто-то отвлекать вас будут может быть даже ваши дети будут вас отвлекать от чего-то важного от ваших делах или там будут свои идеи вам качать что ты не делай так делай так как мы говорим ну и тому подобное так совет совет картеру на эту неделю двойка жезлов знаете идет тут какая-то вариантность вот просто идет вариантность выбор и тут опять у нас даже в совете что будьте внимательными осмотрительными думаете что делаете используйте запасные варианты но самое главное будьте осторожны владеете ситуации не поступайте на обу если вы одни не справляетесь ну что ж значит ищите себе помощника партнера единомышленника друга подругу вот как-то так друзья мои ну что ж прогноз хороший да есть тут кое-какие скажем шероховатости но без последствий вы из них выйдете из достоинства с победой разрулить и короче разрулить и либо вам кто-то поможет либо удача просто будет на вашей стороне и неделя закончится так как вы хотите вот даже знаете настроение отшельника но также может говорить что вы сможете может увильнуть от какого-то обстоятельства выйти из некой ситуации от страницы от этой ситуации причем благополучно от страницы и в общем то совет тоже говорит думайте будьте ловкими осмотрительными не доверяйте налево и направо и все будет хорошо ну что ж дорогие мои на этом я закругляюсь мне остается только пожелать вам конечно же здоровья хорошей недели плодотворной результативной такой ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и на моем инстаграме приветствую вас дорогие мои близнецы с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет прогноз на недельку с 15 по 21 марта сделаем краткий обзор главных событий на эту неделю посмотрим какое у вас будет настроение что вам посоветуют карты таро и так главные события на эту неделю ваше настроение ваше настроение семерка жезлов главные события колесница так девятка жезлов что еще умеренность и тройка мечей вот знаете когда умеренность выпала я почему-то подумала что колтовать будете и тут же следом тройка мечей ну короче неделя вполне возможно у кого-то будет связано с некой магией с какими-то магическими ритуалами либо обращением к специалисту либо сами будете если владеете техниками магическими техниками да и настроение вот смотрите семерка жезлов человек то ли закрывает то ли открывает большим камнем вход в пещеру что-то вы захотите закрыть может закрыться от кого-то либо у вас будет желание найти какой-то секретный ход да либо скрыть что-то либо либо каким-то секретным путем добиться своего видимо у вас будут какие-то особенные ресурсы особенные возможности которые вы можете использовать на благо себе вполне возможно что как раз эти особенности могут быть и магическими знанием магических каких-то техник возможно вы что-то узнаете секретное что-то узнаете и захотите использовать это в своих интересах для своей цели понимаете для своей цели однозначно и самое интересное вот ваше вот это настроение оно не не голословное не под эмоциями вы к этому уже готовы вы как говорится уже накачали мускулы все подготовили для этого знаете как что куда зачем и так далее вообще события на этой неделе могут развиваться очень быстро дорогие мои это может быть быстрое трудоустройство это может быть какая-то неожиданная поездка это может быть события неожиданные события которые ворвется в вашу жизнь То есть это может быть в виде новостей, это может быть в виде предложения. В виде, может быть, обстоятельства, которые заставят вас очень быстро действовать. А обстоятельства, похоже, будут серьёзные. Всё-таки тройка мечей, она всегда делает намёк на то, что ситуация непростая, ситуация напряжённая. Может, она связана и с конфликтом, и с какими-то интригами, в том числе и тайными интригами. Может быть, и связана с любовным треугольником. Что касается отношений, имеется в виду сердечных, если кто-то уже раньше задумал расстаться с кем-то, то на этой неделе, скорее всего, это и произойдёт. Либо обстоятельства так сложатся, или тот человек спровоцирует вас на расставание. Либо вы сами скажете, ну всё-всё, хватит. Чао, бомби, на ссоре и так далее. Давайте посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание. Ну вот, карта Мир. Тоже говорит о нестандартной ситуации. С одной стороны, эта карта имеет положительный характер. Она, ну не зря она Мир называется, да? Как бы вносит некую гармонию, некое совершенство. И в то же время, карта говорит о том, что пора переходить на другой уровень. Пора делать обновление. Может, в этом и есть тайный замысел. Что именно на этой неделе надо приступить к реализации этого замысла. Каким бы он шероховатым не был, понимаете, каким бы он острым не был. Кто-то может и бросить работу, кстати, вполне по этим картам. Причем неожиданно. Утром пришли, как говорится, не собирались. А в конце рабочего дня хлопнули дверью. Может и такое быть. Может быть ссора какая-то. Ну не обязательно на работе. Может в каких-то домашних делах, в личных каких-то делах. Ну напряженочка, мои хорошие, напряженочка. Ну давайте посмотрим, конфетка какая ожидает. Ага, вот у нас эмоции через край, эйфория. Радость, радость и еще раз радость. Либо от новостей, либо от того, что у вас получилось, что вы хотели сделать, чего вы добились. Хорошая конфетка, кстати. Либо сами себя порадуете, либо вас порадуют. Либо обстоятельства так сложатся, что будет повод, хороший повод порадоваться. Ну а для кого-то, вполне возможно, карта может проиграться крещением ребенка. Рождением ребенка. Или внука, у кого что. Или началом какого-то нового дела. Какого-то творческого процесса, творческого вдохновения. Хорошая, хорошая конфетка. Вполне возможно, что вот именно благодаря каким-то вашим тайным возможностям и получилась вот эта конфетка. Так, хорошо. Что с занозой? Ну, это не назвать заноза, друзья мои. То спинтакли, в любом случае, карта во всех отношениях положительная. Я думаю, что нет. Нет занозы. Тут больше говорится о неком шансе. Финансовом, возможно, шансе. Даре, как говорится, с небес и так далее. Нет. Нет занозы. Несмотря, вот смотри, даже на такие все, казалось бы, неординарные карты, ну, мягко выражаясь, есть тут, есть у нас некие неприглядности, да? Настораживающие неприглядности. Даже уже исходя из рисунка карты. Но, тем не менее, посмотрите. Конфетка роскошная. Туз, чаши. Заноза, еще один туз. Но только туз пентакли. Шанс. Подарок. Дар. Ну, не вижу я тут занозы. Хоть вы что со мной делаете? Нет. Ладно. Давайте посмотрим, что вам посоветуют карты Таро. Опа. Дама Жезлов. Вот такое ощущение, что совет один. Нужно над чем-то поработать. Но для этого надо накачаться уверенностью в себе. Накачаться дополнительной какой-то энергией. И если потребует ситуация, то и привлечь в помощь кого-то еще. Организовать, так сказать, группу поддержки. Но лидером, лидером обязательно быть вам. Обязательно. Ну, так же, конечно, дама Жезлов для кого-то может проиграться советом привлечь к своим делам в помощь какую-то женщину. Либо обратить на нее особое внимание, вот если она особенно у вас в ближайшем вашем окружении. И вы чувствуете, что она каким-то образом влияет на ваши дела или на вас. То нужно обязательно повернуть эту ситуацию в свою пользу. Вот такой совет. Ну, что ж, дорогие мои. На этом я закругляюсь. Мне остается только пожелать вам легкой недели, продуктивной недели. Чтоб у вас все получилось. Причем получилось так, как вы хотели. А может даже еще и лучше. Ну, здоровья, конечно. Конечно же, взаимопонимания, любви. Ну, а самое главное, будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои раки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку. С 15 по 21 марта 2021 года. Давайте посмотрим, какие же события вас ожидают в этот период. На что обратить внимание, какие конфетки или занозы прилететь могут за этот период. В общем, все сейчас увидим. Итак, главные события этой недели. Ваше настроение, ваш настрой. Шестерка чаш. Главные события. Двойка мечей. Ага, рыцарь чаш. Семерочка чаш. И еще одна двойка чаш. Ну, что сказать, мои хорошие. В принципе, неделя будет эмоциональной. Ну, в общем-то, это неудивительно для раков. Вы у нас впечатлительные. Все близко к сердцу принимаете. Поэтому все может быть. Ну, что радует. Что радует, мои дорогие. Несмотря вот на такую, казалось бы, эмоциональность выпавших карт. Ну, особых таких событий не ожидается. Тревожных событий, я имею ввиду. Поэтому волноваться не стоит. Да, будет какая-то неожиданность вполне возможно. Неожиданность связана со встречей. Или с приездом кого-то к вам. Вот. Вы можете тоже рвануть куда-то неожиданно. То есть, вот этот своего рода сюрприз, он, конечно, может вас застать врасплох. Но не особо, как говорится, огорчит. Вообще, неделя может быть насыщена встречами. Договоренностями. Не исключаю и любовный характер этих встреч. Любовный характер отношений. Кстати, вот идёт такое ощущение. Обратите внимание на сон. Вполне возможно, что приснится на этой неделе какой-то очень значимый сон. Да. Ну, а что касается настроения. Настроение домашнее. Самым натуральным образом. Ну, может проскальзывать какая-то ностальгия, воспоминания о прошлом, разговоры о прошлом. Может быть, какая-то информация вам поступит и о каких-то знакомых, и всколыхнёт ваши эти воспоминания. Ну, я бы не сказал, что это плохо. Наоборот, иногда даже это полезно. Особенность воспоминания прекрасные, тёплые, пушистые. И греют сердце. Ну что ж, давайте посмотрим, на что вам обратить внимание. На этой неделе. Ну, пятёрка жезлов, конечно, карта такая динамичная и энергичная. Тут она больше идёт как бы в виде совета, что держите себя в уздах. Не расслабляйтесь, так скажем. Ну, могут на вас какие-то быть наскоки, какие-то к вам претензии. Типа, не то сделал, или не то сделал, не так сказала, или не туда пошла, и тому подобное. В общем, что-то в этом роде. Или какие-то претензии может быть ещё. Ну, не обращайте внимания. Если же человек слишком рьяно на вас начнёт нападать, Ну что ж, давайте отпор. Давайте отпор. Может быть, даже вот неожиданность и связана с каким-то инцидентом. Ну, это не говорит, что вся неделя у вас будет вот такая же скач, борьба, война, там, разборки, скандалы. Нет, нет, нет. Это может, ну, какой-то час, ну, в один день что-то выдаться. Так что тут, как говорится, ничего такого страшного нет. Ну, давайте теперь посмотрим, какие конфетки вас ожидают. Друзья мои. Ну, я же говорю, что неделя будет нормальная. Более чем. Выпала карта солнца. Вы представляете, какая конфетища вас ожидает. Мне даже сложно представить, что это. Это может быть и подарок. Это может быть какой-то семейный праздник. Это может быть любовь, свидание. Это может быть предложение руки и сердца или жить под одной, как говорится, крышей. Это может быть добрая весть, хорошая весть от людей, которых вы любите, которые вас любят. В том числе и от детей, друзья мои. Отличная конфетка. Отличная. Ну, не зря у вас вот такое настроение. Спокойное, семейное, домашнее. Ну, теперь давайте посмотрим, а какая заноза. Ну, шестерка Пентакли, я бы не сказала, что это особая заноза. Шестерка Пентакли всегда говорит о сюрпризе. Да. О сюрпризе или о каком-то неожиданном факте, возможно, связанном с деньгами. Ну, вот у меня нет ощущения, что это будет действительно заноза. Ну, единственное, может быть, придется вынуждено перехватить у кого-то взаим денежки. Или вынуждено отдать долг раньше времени. Или вынуждено заплатить по каким-то обязательствам, там, налоговым, коммунальным обязательствам. Вот. Ну, бывает такое, бывает. Либо вступить с кем-то в контакт. Может, для вас это контакт не очень, скажем так, к душе. Ну, вот надо. Но наличие Солнца, друзья мои, в раскладе, оно перекрывает абсолютно все. Это мелочь, понимаете? Мелочь. Ну, что ж, давайте посмотрим теперь, какой совет вам дают карты Тарон. Ну, десяточка Пентакли. Хороший совет. Хороший совет. Будьте в семье, наслаждайтесь семейными ценностями. Ну, может быть, конечно, обратите внимание на какие-то финансовые операции. Может, стоит отложить денежку на что-то приятное. Может, на поездку, может быть, на переезд, на покупку дома, автомобиля. Или какой-то другой хорошей вещи, нужной у вас, от которой вы мечтаете. Может быть, даже, знаете, быть какое-то вам предложение, интересное предложение. Не обязательно даже касающееся работы, бизнеса, каких-то финансовых вопросов. Может, это будет даже касаться просто отношений. Предложения, связанные с отношениями. Ну, в любом случае, каким бы оно ни было, предложение, обратите на него внимание. Потому что перспектива в дальнейшем, вот от такого контакта, она будет довольно существенна. От рассмотрения этого предложения, изучения его предложений, да. Вы можете там увидеть очень много полезного для вас. Ну, и, конечно, выгодного. Вот как-то так, друзья мои. Ну, что ж, на этом я заканчиваю свой прогноз. Даже, вот, знаете, на дне колоды тоже девятка чаш. Праздник, праздник, праздник. И душа довольна, понимаете. Так что, дорогие мои хорошие раки, нормальная у вас будет неделя. Хорошая неделя. Ну, может быть, будут всполухи вашего душевного состояния. Пройдут, как говорится, волны или рябь эмоциональные. Ну, это ж нормально. Ладно. Заканчиваю. Желаю вам всех благ, здоровья, удачи, любви. И, конечно же, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои друзья. Приветствую вас, дорогие мои львы и львицы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет краткий обзор событий на неделю. С 15 по 21 марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот период. Итак, главные события этого периода. Начнем с настроения. Как всегда, с вашего настроения. Так, а настроение-то у нас прям боево-боево. Рыцарь мечей. Ну, хорошо. Что там с главными событиями? О, ну, тогда понятно, почему у вас такое настроение. Так, значит, башня у нас, двойка Пентаклей. Десятка жезлов. И король Пентаклей. Ну, что тут можно сказать? Да, неделя непростая. Да и вы уже поняли по вашему настроению. Судя по выпавшей башне, ждет вас какой-то нежданчик. Ну, какой нежданчик? Не обязательно со стороны что-то прилетит. Нет, абсолютно. Может, просто любимую кружку сломаете. Или любимую тарелочку сломаете. Может, что-то сломаться. Может, что-то потеряться. Прийти негодность. Также, может, кто-то из вас серьезно займется вопросами недвижимости. Оформлением недвижимости. И там могут возникнуть, ну, скажем так, непростые ситуации. И судя, опять же, по вашему настроению, либо придется очень быстро действовать, либо что-то пробивать, либо на кого-то надавить, либо с кем-то разобраться, либо в срочном порядке доставать нужную информацию, нужные документы и так далее. Суеты будет много. Да. Суеты будет много. Беготни, возможно, будет много. Разъездов. Выбора вариантов. Так сделать или эдак сделать. Ну, опять же, эти непростые ситуации вполне могут спровоцировать недопонимание со стороны тех людей, возможно, на которых вы надеялись. Или с которыми вы будете общаться. Или от которых вам что-то нужно получить. Может, они вообще, допустим, с человеком вы о чем-то договорились, а он потом раз и в сторону. Отстранился. Или сказал, все, ничем помочь не могу. И так далее, и тому подобное. То есть не выполнил свое обещание. Вот. Или вы, допустим, для решения какого-то вопроса, вам придется, возможно, не один раз стучаться в одну и ту же дверь. И будут, знаете, из двери в двери гонять. Ну, это в основном, конечно, относится к госструктурам. И когда обращаетесь к высокому начальству и не встречаете понимания или взаимности. Да, такое бывает, бывает. Очень большая вероятность, что это может касаться, действительно, финансовых вопросов. Или каких-то материальных вопросов. Тем более у нас здесь выпал король Пентакли. Персона очень важная, статусная. Человек состоятельный. И, скорее всего, именно с ним вы столкнетесь. И с ним у вас будут, скажем так, терочки. Недопонимание может быть случиться, да. Ну, вполне возможно, что его интересы и ваши интересы, ну, как-то вот не будут взаимными. Да, не будут взаимными, друзья мои. Ну, в принципе-то надо отдать вам должное. Вас это особо не смутит. Вы все равно будете добиваться своего. И, скорее всего, добьетесь. Потому что против вот такого настроения, против такой силы, очень сложно устоять. Это есть поговорка. Не мытьем, да катанием. Вот что-то типа этого. Вот. Возможно, у кого-то будет настроение, появится настроение, причем неожиданное для вас, куда-то поехать. Да, куда-то поехать. И таким образом что-то решить. Или что-то получить. Ну, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание. Ну, троечка мечей, конечно, нам не говорит о каких-то плюшечках. Она больше говорит о том, что обратите внимание на запутанные ситуации, на напряженные ситуации. Может быть, даже где-то и для вас в чем-то опасные. Да, в чем-то опасные. Может, на шепотки со стороны, на интриги на работе. Или не только, кстати, на работе. Интриги бывают вообще везде. Вот. Вообще, обратите внимание, что вокруг вас происходит. Да. Что вокруг вас происходит. Вот кто разбирается во всех вот этих негативных магических воздействиях, ну, думаю, что стоит себя проверить на эту часть. Может, кто-то что-то там, как говорится, кидает в вашу сторону. Может, стоит почиститься. Ну, диагностику можно сделать. Можно сделать. То есть, обратите внимание на негативные стороны вашей жизни. Вот именно на негативные. Ну, также, что сказать. Если у вас действительно есть уже реальные проблемы, то по тройке мечей надо эти проблемы, конечно, порешать. Другого выхода нет. Ни в коем случае не оставлять на потом, или когда все само рассосется, нет. Ни в коем случае. Надо будет их решать. Причем решать кардинально. Резко. Под корень бить. Рубить, точнее. Только так. Ну, что ж. Давайте посмотрим, что там у нас с конфетками. Ну, четверочка Пентакли. Конфетка денежная. Не исключено, что вам потребуется некая сумма на что-то. Ну, вот захочется. Вот такая появится хотелочка. Вот. И вы эту сумму найдете. Ну, найдете не совсем, скажем так, традиционным путем. Не прямым путем. Типа пошла к начальству и сказала, дайте мне, пожалуйста, вот материальную помощь. Нет. Тут какая-то больше хитрость, креативность своего рода. Но вы своего добьетесь. Вот это самое главное. Для кого-то конфеткой будет возможность отложить некую денежку на потом. Приберечь ее. И не только денежку. Возможно, даже появится какая-то материальная выгода. В виде какой-то вещи. Какого-то объекта обладания. Ну, не сказать, чтобы конфетка большая. Но, тем не менее, вас она очень даже устроит. Вот так я бы сказал. И еще бы добавила еще, друзья мои. Будет у вас какой-то свой очень-очень личный интерес. Не важно, чего он будет касаться. Отношений, денег, работы. Вот. И вот этот личный интерес, вы его получите на этой неделе. Да. Как бы вы расставите приоритеты среди всех остальных каких-то дел. Да. И выберите именно это. И сконцентрируйтесь на нем. Вот, кстати, это очень большая концентрация по рыцарю мечей, друзья мои. Очень большая. И у вас все получится. Не просто. Ну, может, с какой-то хитринкой. Может, с каким-то таким подходом. Ну, как сейчас говорят. Креативным подходом. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот почему-то, знаете, идет такое ощущение, что конфетку эту будет очень трудно получить. Ну, может, тем она и заманчивее. Будет мало возможностей вообще ее получить. Но вы все равно умудритесь и каким-то образом ее получите. Вот так витиевато. Почему-то идет не информация. Ну, что ж. Давайте теперь поговорим о занозах. Что там у нас с занозами? Рыцарь-чаш. Ну, похоже, заноза будет некая персона, наводящая туман. Может, кстати говоря, вот о чем мы и говорили, что человек, который либо отойдет в сторону, либо вас подведет, либо окажется не тем, кем представлялся, или вы на него надеялись, а он вас, как говорится, это самое, мягко говоря, прогинамил. Вот, вполне возможно, именно эта заноза и выпала в виде этого человека. Да, человек нерешительный, человек сам себе на уме, в своих каких-то интересах. Но больше всего наводит тумана. То есть, дел-то тут мало, скажем так, а больше обещаний. И это для вас, конечно, будет занозой, проблемой, по-другому говоря. Ну, и совет, совет Картеро. Рыцарь Пентакли. Ну, тут совет идет какой? Либо обратиться, если есть необходимость, обратиться к более надежному человеку, более надежному, либо проанализировать свои дела, там, отношения и так далее, и посмотреть в будущее, в будущее, насколько это для вас важно. И вообще, нужно ли это вам? Либо найти какие-то запасные варианты, запасные ходы, выходы. Вот. В том числе и заработать как деньги, или как выстроить новые отношения, более прочные, более надежные. Вот как-то так, друзья мои. Как-то так. Ну, что ж, на этом я заканчиваю свой прогноз. Как я уже сказала, неделька напряженная, деловая. Скучать не придется. Ну, друзья мои, опять же, не забывайте, что это общий, общий, общий расклад. У кого-то что-то одно отыграется, у кого-то другое, у третьего может вообще не отыграться. Так что смотрите, если у вас есть, скажем так, уже намеки на то, что это может быть. Ну, что ж, прослушайте эту информацию. Полезное для себя возьмите, а остальное, как говорится, выкиньте. Вот и все. Ладно. Желаю вам удачи, желаю вам здоровья, взаимопонимания. Пусть ваша неделя будет продуктивной, результативной. И вообще, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои девы. Приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет краткий обзор событий на неделю с 15 по 21 марта. Посмотрим, что вас ожидает, к чему вам готовиться, какой совет вам дадут карты Таро на эту неделю. В общем, все по порядку. Итак, главное событие этой недели. Ваше настроение. Солнце, друзья мои. Можно, как говорится, дальше и расклад не делать. Но мы все-таки сделаем. Главное событие. Шестерка чаш. Шестерка мечей. Туз, туз, жезлов и колесница. Ну, действительно, можно было и не делать. Понятно, откуда у вас такое настроение. Потому что, ну, просто все замечательно. Все замечательно. Какая-то удачная поездка. Вдохновение. Творческое вдохновение. Прилив энергии. Причем такой мощный прилив энергии. Ну, конечно, не просто так. А что-то у вас, какая-то цель появится. Какая-то хотелочка. Причем очень сильная-сильная хотелочка. Вот. Общение с родными. Возможно, приезд ваших детей, внуков. Или вы к ним поедете. Переезд вполне может быть, мои хорошие. Переезд. Смена места жилья. Смена работы. Ну, тут, знаете, можно бесконечно продолжать. Потому что у каждого все-таки у вас будут свои какие-то моменты. Ну, энергичная неделя. В положительном смысле энергичная. Я бы сказал, солнечная. Вот как-то, знаете, как движок включился. И все. И события полились, полились, полились. И вы как на одной волне. Вот. Такое ощущение, друзья мои. Какая-то информация приятная, возможно, вас возбудит. Или спровоцирует ваши действия, какие-то шаги. Может, осенит какая-то идея. Действительно. Вот смотрите. По вашему настроению, по солнцу. Это ваше эго просто может взлететь. Просто взлететь. Вы почувствуете в себе силу, уверенность, что вы это сможете, что вы это сделаете. Ну, может быть, в течение недели, кстати говоря, маленькая такая ностальгия вас окутает. Но это в положительном ключе будет, понимаете. Возможно, даже эта ностальгия, она вас и направит в какое-то новое русло. Все может быть, друзья мои. Или эта же ностальгия может заставить вас искать некую информацию. Может, даже поехать куда-то. Не исключено у кого-то встреча. Встреча с людьми из прошлого или с людьми, которых вы давно не видели. А кому-то может прийти даже приглашение на работу, где вы раньше работали. То есть предложение вернуться на старое место работы. Вот смотрите даже. Вот солнце, да? Туз, жезла, колесница. Ну, это ж вообще пробивная сила. Убойная сила, я бы сказала. Либо желание, либо ваши действия, либо, я не знаю, что еще. Либо самих событий, насколько они ворвутся в вашу жизнь. И вас это, самое интересное, вас это не напугает. Вас наоборот, это подымет, скажем так, на несколько уровней вверх. Подымется настроение, подымется желание, подымется уверенность в себе. Твердость в своих каких-то намерениях. Ну, тут надо, конечно, быть поосторожнее, поосторожнее, поосторожнее. Соблюдать технику безопасности, чтобы на поворотах с машины не выкинуло. Ну, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Ага. Ну, маг. Маг, он и есть маг. Так, если это человек из вашего окружения, то да, надо к нему присмотреться. Если он вам что-то будет предлагать, тоже обсудить. Ну, конечно, быть внимательным, потому что этот человек в первую очередь преследует свои интересы. А потом уже, как говорится, чужие. Но он многое может. И харизма у него приличная. Так что, глядеть нужно в оба. Может обмануть, может с вами поманипулировать. Но можно из этого общения и извлечь большую пользу. Так что, вам выбирать. Ну, если это не человек около вас, а вы сами, ну что ж, значит, надо обратить внимание на то, что вы имеете. Какие возможности, какие ресурсы, какие навыки. То есть, вот поднять просто с глубины, куда вы их запрятали. Может, вы даже о них и не догадывались. А они есть на самом деле. То есть, надо покопаться. Надо вытащить всё наружу. Потому что дела-то у вас очень даже интересные могут быть на этой неделе. Ну что ж, давайте посмотрим, какая конфетка вас ожидает. Дама чаши. Либо творческий прорыв, если вы занимаетесь творчеством. Либо помощь некой женщине. Даже, знаете, просто посидеть, выговориться, поплакаться. Получить советы, это многого стоит. Чего уж там говорить. Иметь рядом человека, который, ну, очень надёжен. И понимает тебя, и принимает тебя таким, каким есть. Это, можно сказать, дар судьбы. Так что, вот такой дар судьбы вам может на этой неделе, как говорится, и прилететь, друзья мои. Вот такая конфеточка. Так, а заноза какая? Ещё одна персона. Мужчина. Заноза. Ну, может, это заноза у вас в сердце. Сердечная, любовная. Товарищ-то непростой. Товарищ-то сам себе на уме. Вот как он и решит, так и будет. От вас ничего не зависит. И, возможно, вас это и напрягает, что, ну, ничего вы сделать с ним не можете. Всё зависит от его настроения и от его желания. И неважно, сердечный это или деловой человек. Понимаете? Ну, что-то будет вас напрягать. Напрягать. Совет. Совет Картеро на эту неделю. Так, ещё один персонаж. Король Пентакли. Что-то у нас, как говорится, повалили люди. Ну, опять же, король Пентакли. Товарищ состоятельный. Чего уж там говорить. Практичный. Деловой. Имеющий денежку. И это тоже. Рукастый, возможно. Не обязательно уж прямо олигарх. Нет. Рукастый, деловой. Практичный. Знающий себе цену. И знающий, что он хочет. Вот если у вас в окружении есть такой человек, воспользуйтесь им. Воспользуйтесь его помощью. Его ресурсами. То есть наладьте с ним контакт. Впрямую, конечно, использовать этого человека, ну, будет довольно сложновато. Очень сложновато. Но заинтересовать чем-то вполне возможно. Ну, и также рекомендация поменьше эмоций. Наоборот. Все анализировать. Прикидывать. Выгодно вам, не выгодно. Стоит это делать, не стоит. Что вам это принесет. Просчитать шаги, как говорится, наперед. Тем более, если у вас задача очень интересная, события очень интересные, то возможности, шансы появятся. Вполне возможно. Поэтому тут надо быть вот именно с такой деловой жилкой. С деловым подходом. И все получится. Вот такой получился прогноз, дорогие мои девы. На этом я заканчиваю. Мне остается пожелать вам здоровья, успехов. Хорошей недели. Без всяких там этих самых неожиданностей. Любви. Ну, а самое главное. Будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. И в моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои весы. Дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 15 по 21 марта. Посмотрим, какие конфетки вас ожидают. Какие занозы. На что обратить внимание. И вообще, какие главные события вас ожидают на этой неделе. Итак. Начнем с вашего настроения. Ого. Карта смерти. Хорошо. Хорошее настроение. Так. События, события, события. Ого. Мама дорогая. Как все серьезно-то. Как все серьезно. Ой-ой-ой. Да. Что это вы там задумаете, мои хорошие? Прямо даже вот так, насколько я затрудняюсь сказать. Особенно ваше настроение. Некое как бы отречение от чего-то. Может от своих взглядов. От какого-то отношения к кому-то. От каких-то дел. Может какое-то дело забросить. Вот настроение будет бросить его. Понимаете. Может настроение будет уйти, уволиться. Бросить бизнес. Может разорвать отношения с кем-то. Может поменять. Поменять себя в чем-то. Может даже внешне поменять. Да. Вот был, как говорится, один имидж. А на этой неделе вы вот резко решили поменять его. Кардинально причем. Может прическу. Может быть одежду. Я не знаю даже что. Может стиль, поведение. Действительно, какое-то обновление. Даже вот смотрите. Даже по событиям. Вот. Карта суд и карта башня. Может вы в квартире что-то задумаете. Повыбрасываете все старье. Обновите свое окружение, возможно. Появятся у вас какие-то новые знакомые. А старым вы, как говорится, дадите от ворот. Поворот. Я не исключаю, что кто-то действительно может поменять место жительства. Может арендовать. Не обязательно купить квартиру. Или там дом. Может просто с одной арендной квартиры. Переедите в другую арендную квартиру. Может сделка с недвижимостью. Какая-то очень удачная повернется. Да. Какое-то обновление. Причем понимаете, новости это хорошие. Причем деловые больше новости. Какие-то хорошие. Вот такое ощущение, что новый поворот у вас начнется в вашей жизни. Ну это вот в кардинальном таком смысле. Туз мечей. Посмотрите. Выйдите из какого-то лабиринта. Может быть действительно были некие проблемы. Может были какие-то неясности. Неуверенность в чем-то была. Или какие-то отношения уже, как говорится, забодали в корень. И вот на этой неделе вы как-то вот раз и все. И под корень. И освобождение. Особождение. Ну не знаю, друзья мои. Не знаю, что у вас такая за неделя. Это просто вообще. Вполне возможно, что вот эта ваша внутренняя какая-то трансформация. Ну не обязательно объемная такая. Может быть в чем-то внутренняя трансформация. Она как раз и спровоцирует вот эти события. Либо наоборот, друзья мои. Да. Бывает и события меняют нас. И нам приходится на ходу меняться. Так тоже очень часто случается. Ну давайте посмотрим. На что вам обратить внимание. Так. Король чаш. Ну вот мне больше я склоняюсь к тому, что к какой-то персоне. На какую-то персону надо обратить внимание. Персона, кстати, непростая. Сразу же предупреждаю. Закрытая. Она может говорить одно, а на самом деле в голове у этого человека могут быть совсем другое. С внешней стороны, как говорится, мягкий, пушистый. А внутри у этого человека могут быть все, что хочешь. Вот почему-то нужно обратить, если у вас в окружении есть такой человек, нужно обратить на него внимание. Ну еще знаете, что добавлю? Если у кого-то из вас такое случится творческий, ну кто занимается, конечно, творчеством, творческий прорыв, какая-то или какая-то появится идея, вы от нее не отмахивайтесь. Не отмахивайтесь. Обязательно ее продумайте, проанализируйте. А почему она вот пришла вам? А почему это случилось? А что оно вам даст? А может это, как говорится, что-то сверху. Может высшие силы вам что-то подкинули. Все-таки карта суд. И это обновление, оно как раз, возможно, и вот с этой маленькой идейки идет. Да, кто-то на этой неделе может обновить действительно место своего рабочего. Кто-то может обновить жилье. Кто-то может обновить что-то внутри своего жилища. Кто-то может изменить отношения с кем-то. То есть, ну, довольно-таки насыщенная неделя получается, судя по картам. Ну что ж, давайте посмотрим, а какая конфетка вас ожидает. Рыцарь Пентакли. Вот не покидает ощущение, что, мои хорошие весы, на этой неделе у вас произойдет какой-то прорыв. Да, прорыв. Вот что-то вы такое, может, сами сделаете. Может, так обстоятельства вас заставят сделать. Но вот именно этот скачок должен произойти. Ну и конфетка, смотрите. Рыцарь Пентакли. Ну, во-первых, это довольно приличная конфетка. Это может быть и действительно получение денег. Получение какого-то имущественного права. Получение предложения. Заманчивого предложения. Серьезного предложения, которое нужно изучить. Это может приезд к вам гостя. В том числе и сердечного гостя. Встреча незабываемая. И очень результативная, я бы сказала, с большими перспективами на будущее. Хорошая конфетка. Чего уж там говорить. Так, ну а заноза. Что там у нас с занозами? О, интересно. Так, ну шестерка жезлов, я вам так скажу, друзья мои. Это не заноза. У меня нет ощущения от этой карты, что это для вас, ну скажем, какая-то проблема. Нет. Хотя вполне возможно, что на первый взгляд вы так подумаете. Но, друзья мои, шестерка жезлов, она всегда говорит о том, что вы войдете в некий новый круг. Может быть, новый круг общения. Ну, может быть, в новый круг своего профессионального мастерства. Может, вас просто пригласят в гости, куда вы не хотели идти, но вынуждены были пойти на какую-то встречу, на какое-то мероприятие. Неважно, куда. Вот. Не хотели. А по факту потом оказалось, что очень хорошо, что пошли. Понимаете? Вот такое почему-то идет ощущение. Или на что-то вы не надеялись, отмахнулись, типа, да ну, что тут трепыхаться, все равно ничего не получится. Вот. А оно возьми и получись. То есть, друзья мои, это не заноза. Не заноза. Так. Ну, что ж. Давайте теперь посмотрим, на какой совет вам дадут карты Таро. Семерочка чаш. Не забывайте отдыхать. Не забывайте высыпаться. Ну, и, конечно же, позволяйте себе и мечтать. Это тоже очень полезный процесс. Ну, если, конечно, подкреплять еще мечты какими-то действиями, то может даже получиться ой-ой-ой и ай-яй-яй. Ну, в положительном смысле слова. Так что, высыпайтесь, отдыхайте и мечтайте. Вот такой совет. Вот такие рекомендации карты Таро. Ну, что ж. На этом я закругляюсь, друзья мои. Желаю вам, конечно же, здоровья. Конечно же, успехов. Взаимопонимания. Ну, и вообще, пусть эта неделя действительно будет вот такой необычной, такой позитивной, результативной. И вообще, чтобы, как говорится, из этой недели вы вышли в шоколаде. Ну, и самое главное, обязательно будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и на моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку. С 15 по 21 марта 2021 года. Сделаем краткий обзор основных, главных событий этого периода. Посмотрим, какие конфетки, какие занозы вас ожидают. И какой совет вам дадут карты Таро на эту неделю. Итак, главные события. Каким будет ваше настроение, ваш настрой на этой неделе? Ага, двоечка пентаклей. Хорошо. Главные события какие. Десятка чаш. Так. Десятка мечей. Угу. Иерофант. Ну и давайте, наверное, еще одну. Тянется рука. Умеренность. Ну вот, знаете, настроение по двойке пентаклей, конечно, будет разным. Оно будет меняться периодически. Ну, видимо, в зависимости от происходящих событий, скорее всего. Потому что мы здесь видим и восторг, радость, эйфорию. И тут же видим по десятке мечей необходимость что-то делать, над чем-то трудиться, над чем-то думать. Может быть, даже где-то и полечиться. Ну, соответственно, и настроение подстать этим вариантом, этим событием будет. И вот идет еще, знаете, что озабоченность какая-то будет. Да, озабоченность успеть. Успеть все сделать. Успеть и туда заглянуть, и сюда заглянуть, и там побывать, и здесь побывать. Вот. Успеть что-то закончить и что-то, возможно, даже начать. Некая торопливость будет присутствовать. Ну, в принципе, в принципе, если это связано с каким-то мероприятием, ну, скорее всего, семейного характера, то да, тут очень много времени нужно на подготовку, очень много треволнений, очень много каких-то моментов, которые нужно вовремя сделать, и сделать правильно, красиво, там, всех пригласить, оформить, и так далее, и тому подобное. Ну, тем не менее, друзья мои, будет на этой неделе и на вашей улице праздник, независимо от того, что у нас десяточка мечей, она вроде бы как говорит, что, ну, будут некие шероховатости. Но я вот почему-то вижу здесь совершенно другую картину. Возможно, вот эта радость, вот эта эйфория, она как раз связана с окончанием какой-то проблемы, с решением какой-то задачи, с достижением какой-то цели, понимаете? Может, вот вы долго не могли устроиться на работу, переживали, волновались, вот, прорабатывали всякие варианты, и вот, наконец-то, наконец-то вы эту работу нашли. Радость, радость. И вот так вот по остальным пунктам. Или вы, допустим, поссорились со своим партнёром или партнёршей, неважно, деловым или сердечным, вот, и это, конечно, вас угнетало. Вы прорабатывали варианты, как помириться, как можно скорее, ну, конечно, не в ущерб себе, чтобы это было обоюдно, но, тем не менее, волнения были. И примирение состоялось. Да, вполне возможно, даже с помощью какого-то посредника, советчика, мудрого. Может, кто-то проходил стажировку или какие-то экзамены, тестирование какое-то на работе проходил, где проверяли ваши знания, от чего зависела, ну, скажем так, ваша дальнейшая профессиональная деятельность. Вот и это тоже вполне возможно для вас было, как десятка мечей. Да, тяжело, трудно, но надо. И это подошло к концу. У вас всё получилось. И вот повод, как говорится, для радости. И повод для спокойствия своего рода. Да, карта умеренности, она как раз говорит о том, что наступила, наконец-то, гармония. Наступило какое-то некое равновесие в вашей жизни. Или в той области, которая вас волновала. Или наступил некий компромисс, баланс в отношениях. Вот отсюда вот такие у вас три волнения. Туды-сюды и так далее. Давайте посмотрим, на что обратить вам надо внимание. Рыцарь мечей. Похоже, нужно обратить внимание на какие-то неожиданные события. Может быть, даже события. Ну, либо связанные с какой-то поездкой, или приездом к вам кого-то. Или появлением неожиданного обстоятельства. Да, разобраться, почему, чё, как. Или воспользоваться, если это неожиданная поездка, или неожиданная встреча, предложение. То обязательно разобраться с этим. Вполне возможно, что это предложение для вас будет очень существенным и значимым в дальнейшем. И кроме того, не зря, возможно, настроение у вас такое с перепадами. Разное будет настроение на неделе. Ну, может быть, из-за того, что, конечно, много дел. И как-то говорит, как-то рыцарь мечей, на что обратить внимание, что нужно действительно всё быстро что-то сделать. Понимаете? Если у вас особенно есть какие-то хвосты, или какие-то дела, лучше их не откладывать. Завершить их как можно быстрее завершить. Может кому-то что-то написать. Может с кем-то встретиться. Может какой-то закрыт долг. Может это что-то связано с автомобильными делами. Так что посмотрите, у каждого тут свой нюанс будет. Вас же всё-таки много. Не может быть, что у всех скорпионов одно и то же быть. Так. Какие конфетки вас ожидают? Давайте посмотрим. Ага. Тройка жезлов. Ну, тоже говорит о какой-то нестандартной ситуации. Но здесь у нас всё-таки конфетка. Мои хорошие. Конфеточка. И эта нестандартная ситуация в чём-то будет вам на руку. Какую-то выгоду вам принесёт. Пользу какую-то принесёт. Что-то может новое откроет. Может по-новому что-то как-то увидите. Новые может возможности увидите. Или человека какого-то по-новому увидите. Может вы считали, что вот он такой, всякой, как говорится. Или такой пушистый и хороший. А на самом деле. И это для вас как конфетка будет. И понимаете, что вы наконец-то обрели ясновидение. И яснознание. Хорошая конфетка. Или что-то новое она вам принесёт, друзья мои. Что-то новое. Хорошо. Кстати, вот повод, видимо, порадоваться. Вполне может быть как раз связан с этой конфеткой. Абсолютно. Вот, кстати, ещё иерофант может, может у кого-то проиграться, как получение некого документа об образовании. Аттестата, может свидетельство, сертификата, может быть лицензии на что-то. Либо получение очень важной информации. Важной для ваших каких-то профессиональных качеств, может быть. И в том числе и для других, кстати говоря. Так, ладно. Что у нас по поводу занозы. Занозы, занозы, занозы. Ну, пятёрочка мечей, конечно, всем своим видом показывает, что да. Заноска может быть. Но заноза, это знаете, такая своего рода апатия, усталость. Может быть, действительно, как набегаетесь, упахаетесь, как говорится, и то порешать, и другое порешать. Кстати, вот хлопоты, даже приятные хлопоты, они ведь тоже потом как бы отыгрываются, откатывают. Откатывают вот этой усталостью, что уже ничего не хочется, уже настолько присыщены радостями и всеми этими делами, что единственное желание где-нибудь затаиться, прикурнуть и никого не видеть и никого не слышать. Может, вполне вот такая быть заноза. Так, ну и совет. Совет Карта Ро. Хороший совет, кстати говоря, Карта Суд. Что-то, похоже, вам нужно обновить, мои дорогие. Да. Карта Суд, это в первую очередь обновление. Обновление, обновление может быть что-то касаемо вас. Даже может и внешности, почему бы и нет. А может обновление каких-то процессов, рабочих процессов. Может и юридические какие-то обновления, судебных. То есть обновить некие документы. Может представить новые доказательства в вашу пользу. Может быть даже сменить адвоката или сменить юриста. Ну вот какие-то обновления, друзья мои. Может по-новому вам взглянуть на отношения с вашим партнером или партнершей. И откорректировать их, если они вас, конечно, не устраивают. Если все хорошо, так как говорится. И слава Богу. Навизны какой-то. Навизны, как вроде, не хватает. Ну подумайте, подумайте, что это может быть у вас. Где, в какой области можно воспользоваться данным советом, данной рекомендацией. Вот как-то так. Ну что ж, мои хорошие скорпионы. На этом я заканчиваю свое гадание. Желаю вам удачи. Желаю здоровья. Желаю, конечно же, любви. Взаимопонимания. И самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и на моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои стрельцы. Приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку. С 15 по 21 марта. Сделаем краткий обзор главных событий. Ну, заодно посмотрим, какие конфетки и какие занозы вас ожидают. И так далее. Итак, главное событие этой недели. Ваше настроение, ваш настрой. Так, рыцарь мечей. Хорошее начало. Главное событие. Король пентаклей. Десятка пентаклей. Десятка мечей. И шестерка чаш. Интересно. Ну, как я уже сказала, настроение будет у вас очень-очень боевитое. Может, даже в каких-то случаях и с ноткой агрессии. Видимо, всё зависит от того, что будет за ситуация, что за обстоятельства. И, естественно, поэтому вы так и будете реагировать. Ну, желание, большое желание чего-то добиться, чему-то противостоять, что-то своё выбить, доказать. Ну, а также вполне возможно, что настроение будет куда-то съездить, причём срочно съездить. Что касается событий. Ну, события не настолько категоричны, конечно, учитывая ваше настроение. Дела денежные, дела рабочие, дела связанные не исключено с семейными какими-то обязательствами, с семейными делами, с детскими делами. И это тоже может быть, друзья мои. Что-то закончить придётся на этой неделе, хотя не очень хочется этого, не очень приятно заниматься этим, но это просто надо. Это просто надо. Может, что-то не закончили, какое-то дело, может быть, процесс какой-то лечения у вас идёт, и нужно его довести до конца, согласно, как говорится, рекомендациям врача. Это тоже может быть. Ну, вообще, я вот здесь больше вижу дела домашние, дела семейные, да, дела родственные. Может быть, какой-то конфликт среди родственников, я имею в виду, но он уже был. Он уже был, оставил свой след, и вы захотите на этой неделе доказать, может, свою правоту, а может даже и свою власть, а почему бы и нет, своё главенство, своё лидерство. Как бы показать, что не получится сесть вам на шею, либо использовать вас, использовать именно в своих только интересах, но не учитывая ваших интересов. Давайте посмотрим, на что обратить внимание. Восьмёрка Пентакли. Вы знаете, ещё вот добавлю, пожалуй, вполне возможно, что вынырнет, вынырнет из прошлого какое-то обстоятельство или ситуация. Может, незаконченное какое-то дело, может быть, какой-то человек из прошлого. И придётся что-то разруливать там, понимаете, с этим человеком. Этим человеком непросто. Вот эти отношения, видимо, были, ну, скажем, не совсем гладкими, но не была поставлена точка. И вот на этой неделе придётся эту всё-таки точку поставить. И такое ощущение, что вы будете не одна или не один, а в этом процессе будет участвовать кто-то ещё. Может, из родственников, а может быть, кто-то из знакомых, но кто-то ещё будет участвовать. Вот какие-то семейные разборки, неразборки, ну, какие-то шероховатости идут. При всей положительности, конечно, десятки Пентакли, но тем не менее. Вот на что обратить внимание восьмёрка Пентакли? Она опять же нам говорит, скорее всего, о денежных делах, может, даже и связанных с недвижимостью, дорогие мои. О каких-то семейных наследственностях. Да, наследственностях. Может, вы чего-то не видите? И вот восьмёрка Пентакли, она как бы говорит, присмотритесь, приглядитесь, обратите внимание на что-то или на кого-то, или на чьи-то действия, или на какие-то дела. Да, более пристально. Это очень важно. Подойдите именно с практичной точки. Вот, конечно, настроение боевое и прочее, это, конечно, хорошо, но как бы тут нужно соблюдать некие разумные границы, в том числе и в поведении. Может даже и воспользоваться помощью некой персоны. Вполне возможно. Особенно, если это касается финансов, может даже и обратиться именно за финансовой помощью. В том числе, кстати, и кредитной. Вот ещё идёт ощущение, что на этой неделе у вас будет настроение такое жёсткое всё-таки добить вопрос с ипотекой. Не знаю почему, но почему-то так идёт информация. Как бы последние шаги остались. Что ж, давайте посмотрим, какая конфетка вас ожидает. Двойка чаш. Ну вот я же говорю, что с кем-то вы будете взаимодействовать, очень плотный, да. Да, и двойка чаш, она как раз и говорит о таком партнёрстве, союзничестве, в каких-то делах. Чья-то помощь. Либо вы кому-то помощь окажете, либо вам кто-то окажет очень существенную помощь. И вы будете... Действительно, для вас это будет конфетка. Кто-то вас поддержит в ваших делах. Ну, друзья мои, может быть даже и объяснение в любви для кого-то, эта конфетка. Различные приятные романтические предложения. Тоже может быть. Свидания, знаки внимания, подарки, да. Хорошая конфетка. Ну, а что касаемо занозы. Хм, звезда. Сложно, конечно, эту карту назвать занозой. Больше она говорит об освобождении. О каких-то, может, даже мечтах. О каких-то делах из прошлого. Пожалуй, всё-таки я думаю, что это действительно что-то из прошлого. Вот, уже я об этом выше сказала. Что-то из прошлого вынырнет. И это будет для вас заноза. Что придётся этим заниматься. Разруливать. Либо какое-то дело придётся отложить на неопределённое время. Да. Ну что ж, какой совет вам дают карты Таро? Дьявол. Ого. Интересно. Ну, сами понимаете, дьявол, он всегда говорит о некой одержимости. О неких привязанностях. Даже не то, чтобы привязанностях, а скорее зависимостях. Да. Вот если у вас на этой неделе будут ситуации, которые похожи на данные аспекты, то нужно, похоже, себя сдерживать. Нужно себя контролировать. Да. Не выпускать из себя дьявола. В принципе, у вас настроение уже на грани, скажем так, на грани. Поэтому не выпускайте дьявола из себя. Не выпускайте. Если же у вас на этой неделе появится какое-то серьёзное намерение, то в данном случае карта дьявол говорит, что, ну, напрягитесь по максимуму. Ну, завершите это дело. Сделайте это. Если же вас какие-то будут напрягать отношения, и вы чувствуете, что они вам уже вот поперёк, просто поперёк горла, то лучше, конечно, разорвать эти цепи. Разорвать. Вот такая рекомендация карта дьявол, друзья мои. Ну, что ж, прогноз довольно интересный. Особых шерховатостей я здесь не вижу. В принципе, даже несмотря на ваше настроение боевое. Вполне возможно, что именно это настроение поможет вам разрулить всё, что раньше не удавалось разрулить. Вот. Поэтому я считаю, что прогноз хороший. Ну, что ж, дорогие мои, на этом я закругляюсь. Мне остаётся пожелать вам, конечно же, здоровья, лёгкой недели, любви, взаимопонимания. Ну, а самое главное, мира в душе, мира в семье. И будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале и на моём инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои козероги, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 15 по 21 марта. Рассмотрим главные события. Конфетки, занозы. Ну, и, конечно, получим совет от Картарона эту неделю. Итак, главные события. Ваше настроение. Ваш настрой. Интересно. Дама, чаш. Хорошо. Какие события ожидают? Ещё одна дама. Дама Пентакли. Пятёрка мечей. Так, десятка чаш. И Паш Пентакли. Ну, настроение, конечно, у вас будет на этой неделе нестабильное. Периодически, возможно, захлёстывать будут эмоции. Ну, по какой причине, сложно сказать. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. Вполне возможно, что захочется вам к кому-то обратиться за помощью, за советом, за поддержкой для какого-то, может быть, для вас даже серьёзного дела. И, в общем-то, это дело может касаться как и денег, то есть материальной поддержки, учитывая королеву Пентакли, так и, в общем-то, каких-то, возможно, деловых, практичных вопросов. Вот то, что я сказала, что настроение может меняться, начиная от эйфории и заканчивая, может быть, упадком каких-то сил. Вот, то, в принципе, да, друзья мои, мы уже здесь видим пятёрка мечей и десятка чаш, как бы подтверждает нам такое именно развитие. Да, вполне возможно, что будет очень много работы. Может, даже в пару с кем-то, вот с этим персонажем, как я сказала, дамой Пентакли, да, можете очень сильно уставать, вплоть до того, что вот захочется всё бросить, уйти, как говорится, в сторону и больше этим не заниматься. Ну, это будут краткие такие моменты, может, даже они и нужны в каком-то плане, чтобы действительно расслабиться, отдохнуть, может, даже о чём-то подумать и взяться, опять, как говорится, за дела или за какие-то свои другие хотелочки. Ну, на этой неделе также какие-то будут радостные события, скорее всего, семейного характера, друзья мои, очень хорошие новости, поступление денег, и вас это будет радовать. Кто-то получит предложения, довольно заманчивые предложения, деловые предложения с перспективой на будущее, а может быть, даже предложение помочь вам в чём-то. Может даже касаться каких-то домашних, семейных дел. Тут, знаете, такое разнообразие, вот нет такого зацикливания на одном чём-то. Возможно, поэтому вот такая нестабильность в эмоциях, нестабильность в настроении, потому что и одним делом занимаемся, и другим, и третьим, и разные обстоятельства складываются, разные события, и вы на них реагируете. Причём реагируете, скорее всего, именно эмоционально. Ну, давайте посмотрим, на что обратить внимание. Да, на нежданчик, друзья мои, на нежданчик. Возможно, что-то произойдёт в вашем окружении, какое-то событие неожиданное, может даже не с вами связанное, вполне возможно. Но вот надо его не пропустить, не пропустить, заметить. Видимо, для чего-то это вам нужно будет, друзья мои. Либо это будет какое-то событие, где вам нужно сделать выбор, что дальше делать, каким образом поступать, какого партнёра выбрать. Отойти в сторону или, наоборот, ввязаться, как говорится, в бой. Так, а какая конфетка вас ожидает? Семёрка чаш. Вот я уже сказала, что не исключено, что на этой неделе какое-то дело вас вымотает. Вымотает в конец, по пятёрке мечей, как мы видим. Но у вас будет возможность восстановиться. Может выспаться, может как-то отстраниться, может быть, переложить это на кого-то. Я не знаю, каким образом. Но конфетка по семёрке чаш, она именно об этом и говорит. Будет повод расслабиться, будет возможность, точнее, расслабиться. Ну и также, мои хорошие, не исключено, что конфеткой может стать появление идеи. Какой-то мысли, какой-то задумки, мечты, какой-то хотелочки. Так что караульте, караульте. Ну а что у нас с занозами? Сейчас посмотрим. Заноза работа. Тройка пентаклей. Или какое-то финансовое обязательство. Ну, учитывая по тройке пентаклей, оно, в общем-то, небольшое, и вам оно по силам. Да. Может, за что-то надо будет срочно заплатить. Может, надо срочно какую-то работу сделать, доделать, или какое-то своё обещание выполнить. Ну, для вас это не проблема. Единственное, что придётся отвлекаться на это. Может, в ваших планах этого не было, но придётся. Может быть, занозой и проблемой быть то, что нужно что-то будет сделать. Вот видите, вот, причём до такого вот изнеможения. Ну, просто вот так отсложились обстоятельства. Или это впереди будет большая выгода, но это выгода через ваше напряжение. Вот и всё. Совет. Совет Картеру. Рыцарь Жезлов. Копите энергию. Сохраняйте её. Не распыляйте её. И готовьтесь к броску. Да. Особенно, если у вас есть цель. Особенно, если у вас есть какие-то намерения. Какие-то желания. То, тем более. Может, кто-то готовится в поездку. То не бросайте это. Не бросайте. Продолжайте. И всё у вас будет хорошо. Мои дорогие козерожечки. Главное не расслабляться. А остальное всё приложится. Ну, ладно. На этом я закругляюсь. Мне остаётся пожелать вам, конечно же, удачи. Фортуны большой. Здоровья. Любви. Ну, а самое главное. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. И в моём инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои водолеи. Приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет краткий обзор событий на неделю. С 15 по 21 марта 2021 года. Давайте посмотрим, какие главные события вас ожидают. Какие конфетки. Какие занозы. И так далее. Итак, главное событие. Главное событие. Ваше настроение. Ого. Тройка мечей. Ну, что-то, что-то вы задумали серьёзное. Хорошо. Главное событие какие. Ммм. Тут же и Верховная Жрица. Так. Двойка мечей. Туз-чаш. И тройка Пентакли. Вот что-то попахивает любовным треугольничком, друзья мои. Вообще каким-то треугольником. Не только любовным. Может быть, даже и деловым. И вы намерены очень серьёзно разобраться с этим делом. Порешать это что-то. Разрулить. Разорвать. А может быть, даже и помогичить. Причём серьёзно помогичить, друзья мои. По тройке мечей, конечно, это, я бы сказала, нанести удар. Мощный удар. Тут у нас ещё и Верховная Жрица. Тоже говорит о присутствии некой тайной персоны, которая вам мешает. Ну, это может быть и женщина. Может быть, конечно, и мужчина. Вот. Но в основном, конечно, больше я склоняюсь к женщине. Какую-то тайну вы узнаете. Что-то вы узнаете. И именно эта тайна, возможно, вас вот и введёт в такое настроение. До чего-то докопаетесь. И может даже и случайно что-то откроется. Потому что, видите, тут у нас двоечка мечей, некий нежданчик. Поэтому вот эта информация, эта тайна может быть действительно для вас и неожиданной быть. Вот так выстрелит, как говорится, и всё. И ступор. Чё делать? Как быть? Ну, это ступор, конечно, только вот на какой-то первый момент. Видим, что туз. Чаш, эмоциональный такой взрыв. Когда вот накрывает волной эмоций. Что-то произойдёт. Что-то произойдёт. Либо вы, уже имея намерение на эту неделю, сами спровоцируете своими действиями вот эти события. Может, для кого-то это будет нежданчик. Для кого-то. Да. Новости вполне возможны, друзья мои. Вполне возможна информация. Однозначно. Какой тем она будет касаться, какой области вашей жизни. Ну, сами понимаете. Это общий расклад. Тут уж смотрите по своим обстоятельствам. Где у вас там тонко. Там и прорвёт обычно. Может, конечно, дела какие-то и денежные быть. Нежданчик по финансовым вопросам. Может, неожиданное получение денег. Может быть, неожиданно большой доход. Особенно в бизнесе. Может быть, какой-то подарок денежный. Или материальный. Тут вариантов масса, друзья мои. Но неделя необычная. Необычная. Давайте посмотрим, на что обратить вам внимание. Ну, вот тут как раз у нас ещё одно подтверждение. Тоже своего рода нежданчик. Сюрприз. И именно на него надо обратить внимание. Знаете почему? Вполне возможно, что этот сюрприз с подтекстом. А с каким подтекстом? Это вам уже самим надо разбираться. То есть, какова причина этого подарка, этого сюрприза? Откуда ноги растут? Нужно будет обязательно с этим разобраться. Какая конфетка вас ожидает? А вот она и конфеточка. Рыцарь Пентакли. Либо приезд. Либо, да, действительно, получение денег. Вот то, что я говорила. Неожиданное получение денег. Либо новость, касающая каких-то материальных благ. Либо, друзья мои, у кого-то откроются широкие перспективы на будущее. В чём перспективы? Это может быть и в отношениях. Это может быть и в работе, и в бизнесе. Вот. В финансовых каких-то операциях. Но то, что широкие перспективы могут открыться, это однозначно. Вот такая роскошная конфеточка. Так, а что насчёт у нас занозы? Ну вот, самая натуральная заноза. Паш Мечей. Может быть, даже вполне возможно, что ваше настроение и подпитается этой занозой. Это получение какой-то информации. Да. Какая-то информация вас насторожит. Или поведение чьё-то насторожит. Что-то вы узнаете. Может, письмо какое-то получите. Может, звонок какой-то тревожный. Или настораживающий. Но, тем не менее. Может, вполне ноги растут у этой занозы именно. Поэтому у вас вот такое настроение разобраться, разрулить, наказать, добиться своего, разорвать отношения, уйти, уволиться, бросить. Тут аппетитов может быть море. Ну что ж, совет. Совет второго на эту неделю. Ага. Восьмёрка жезлов. Ну, совет один, друзья мои. Будьте думчивыми, практичными. Очень тщательно подбирайте варианты. Очень тщательно обдумывайте свои шаги, свои действия. От правильного выбора, нужного ключика, зависят ваши дела. Вот такой совет, друзья мои. На этом я заканчиваю свой прогноз. Мне остаётся только пожелать вам хорошей недели. Несмотря вот на это самое. Даже если и будут какие-то тёрочки. С достоинством выйти из любой ситуации. Без потерь. Без ран. Вот. А с прекрасным результатом. Так что здоровья вам, удачи и будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, дорогие мои рыбоньки. Золотые мои рыбоньки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку. С 15 по 21 марта 2021 года. Посмотрим, какие основные события вас ожидают в этот период. Какие конфетки, какие занозы. И что посоветуют карты Таро. Итак. Главное событие. Ваше настроение. Ваш настрой. Карта Мир. Карта Мир. Интересный настрой. Хорошо. Главное событие. Четвёрка Мечей. Десятка Мечей. Дама Жезлов. Давайте ещё одну. Шестёрка Мечей. Ну, что сказать. Что сказать, мои хорошие. Ну, вот, судя по настроению, что-то вы захотите кардинально поменять на этой неделе. Да. У вас настроение будет что-то изменить. И это настроение может быть, конечно, связано с каким-то событием. Не только вот вы захотели. Да. Но что-то может вас спровоцировать на это. Или кто-то, кстати, в птичках. Но по картам мы видим тут очень сильную концентрацию на какой-то мысли, понимаете. На какой-то задаче. На каком-то обстоятельстве. Как вроде бы нужно найти либо выход, либо запасной вариант, либо вообще какой-то вариант найти. Может получить какую-то информацию. Может с кем-то встретиться. Может выйти из некой ситуации. Закончить какую-то ситуацию. И в общем-то десятка мечей она подтверждает, что да. Она тоже говорит своего рода о конце чего-то. Причем о очень напряженной мысли также говорит. Анализе. Усталости от этих дум, от этих анализов, от этих прокручивания этих вариантов. Да, друзья мои. Что-то такое интересненькое вас ожидает. Может быть это связано с отношениями. Вполне возможно. Вполне. И вот такое ощущение, что эта неделя будет в основном завязана даже, я бы сказала, на информации. На поиске информации. Может быть на анализе информации. Может много будете действительно сидеть за компьютером. По интернету искать эту информацию. Или вести очень активную переписку. Общение по интернету. Ну что-то надо будет закончить вам. И желание. Может быть знаете, сроки какие-то подошли. Может что-то надо оплатить. Может быть представить какие-то, я не знаю, документы, отчеты или еще что-то. Ну самое интересное, что в принципе вам это по силам. У вас будет на это энергия. Будет. Ну либо будет какая-то очень ценная помощница, которая поможет вам разрулить, если это проблема. Поможет может с информацией какой-то. Ну вот у меня почему-то идет ощущение, что это ваш образ, это ваши энергии. Это ваши энергетические потоки, ваше желание все сделать, организовать, сделать именно так, как вы хотите. Просто энергия бьет ключом. Ну что ж, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Мак. Вот почему-то первая мысль – обратить внимание на человека, который рядом с вами. Харизматичный человек, очень такой ловкий, очень коммуникабельный, проворный, знающий себе цену, кстати говоря. Имеющий связи большие. Не знаю, почему он тут крутится. Может, точнее, у вас начать крутиться. Ну, может быть, как раз и для того, чтобы с его помощью что-то сделать. Могут быть предложения пойти от этого человека. Их надо обязательно рассмотреть. Ну, тут, конечно, надо быть внимательным. Да. Тут надо быть внимательным. Ну, также карта может, конечно, и говорить о том, что вам необходимо будет взять себя в руки. Использовать все свои возможности, все свои ресурсы, все свои навыки, инструменты для решения. Вот может быть действительно некой задачей. Проблема, не проблема – это уже другой вопрос. Ну, некая задача. И задача связана с завершением и, возможно, началом чего-то нового. Ну, давайте посмотрим, какая конфетка вас ожидает. Так. Король мечей. Ну, вроде бы конфетка-то так себе, да? Но, тем не менее, конфетка хорошая. Почему? Потому что, во-первых, это персонаж. Персонаж очень умный, знающий. Может быть, даже это очень компетентный специалист в своей области. Может быть, это юрист, может быть, это... Кстати, может быть, и доктор. Почему бы и нет? Мы все периодически болеем. Вот. И для вас это будет очень ценно. Действительно, как конфетка. Либо получить помощь от этого персонажа, либо консультацию, либо какую-то информацию. Да. Какой-то персонаж будет у вас в виде конфетки. Может, даже это рядом с вами партнер. Почему бы и нет? В том числе и сердечный. Чем-то вас порадует. Но тут радость такая, знаете, практичная, я бы сказала. Да. Она не связана с какими-то вот любовными охами-ахами, романтическими какими-то обстоятельствами. Нет. Здесь все по делу. Рационально. Но, тем не менее, это конфетка. Так. Что касается занозы. Давайте посмотрим. Карта влюбленная. Ну, отношения. Какие-то отношения, которые, может быть, вам не совсем нужны. Или не совсем приятны. Может быть, узнаете, что за вашей спиной там что-то назревает. Или идут какие-то шепотки. Какие-то, может быть, интриги. Для кого-то занозой, возможно, будет необходимо сделать выбор. Да. Выбор в отношениях, выбор в работе. Ну, любой выбор. Любой. У нас вся жизнь в выборе. Даже что-то купить, тоже приходится думать, какой сделать выбор. Вот и у вас будет что-то типа этого, понимаете, на этой неделе. Ну, так как старший аркан, то выбор-то, в общем, ну, серьезный, скажем. Значимый, значимый. Даже касаемо покупок, а бы чего, покупать не хочется. Правильно? Поэтому он действительно значимый. Эта покупка действительно может быть значимой, потому что этой вещью пользоваться нужно очень долго, и чтобы она работала и радовала. Ну, давайте посмотрим, какой совет, какую рекомендацию дадут вам карты Таро. Ну, семерка чаш, так и хочется сказать, высыпайтесь. Давайте себе возможность отдыхать, чтобы можно было во сне восстановиться, поправить здоровье, отдохнуть, в том числе и психологически отдохнуть. Ну, и также, конечно, позволяйте себе мечтать. Ну, что ж, мои хорошие рыбоньки, на этом я закругляюсь. Здоровья вам, удачи вам, любви вам, конечно же. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме.